Мой практический опыт, мое открытие, личное мое открытие, которое я совершила, я хочу поделиться с вами этим опытом. Возможно, это кому-то поможет избежать нехороших, нездоровых процессов в своем кишечнике. Постепенно с годами у меня сформировалось такое отношение к мясу, как к довольно тяжелому продукту для меня, и мне больше не захотелось его есть на постоянной основе. То есть я наладила очень деликатные отношения с мясом, хотя там кто-то посмеялся в комментариях, сказал, что оказывается с мясом нужно выстраивать отношения. Но между прочим, ничего смешного здесь нет, потому что мясо, напоминаю, это плоть живого существа. Нет ничего крамольного, еще раз, что в том, что мы употребляем плоть живых существ, животных. Но мясо это когда-то было живое существо, и это действительно сложный, довольно сложный продукт. Это самый сложный продукт для расщепления. Ни один другой продукт, будь то растительная пища, там жиры какие-то, крупы и так далее, орехи, ни один продукт так тяжело не расщепляется и так долго, как мясо. Поэтому у организма действительно такие довольно непростые отношения с расщеплением животного белка, хотя он умеет это делать. Наш организм умеет расщеплять животный белок, и он умеет извлекать из него пользу. Но есть ситуации, когда люди просто встают перед фактом, что они не могут больше есть мясо каждый день, они не могут есть много мяса, либо они просто хотят облегчить сильно свой рацион с точки зрения животного белка. Почему я создала этот плейлист «Жизнь без мяса»? Не к тому, призывая, чтобы высказать свой протест против употребления мяса. Нет, ни в коем случае, я буду подчёркивать это неоднократно, не в этом дело, не в протесте и не в запрете, а в том, что нужно просто хорошо разобраться со своим организмом и понять, не является ли сейчас мясо препятствием для вашего здоровья. Потому что ко мне ежедневно обращаются люди, имеющие разные проблемы со здоровьем. И в большинстве случаев я вижу, что эти проблемы связаны со злоупотреблением мяса. То есть люди в погоне за белком, но потому что их так научили, потому что их научили выбирать нормы белка, хотя на самом деле это очень всё условно, эти нормы белка. Они не могут быть вообще одинаковыми для всех людей. что в этой погоне за нормами белка люди явно переедают животного белка. И я на своём жизненном опыте просто убедилась, что есть животный белок достаточно один раз в день небольшую порцию, а то и того реже. И организму этого бывает достаточно для хорошего здорового функционирования. Я скажу вам даже больше, что энергии прибавляется. И это неудивительно, что когда мы едим мясо с утра и до вечера, ну или пищу животного происхождения едим с утра и до вечера, у организма мы отбираем много энергии для того, чтобы расщепить её, потому что она расщепляется трудно. И энергии на жизнь просто не хватает. Но когда мы начинаем уменьшать количество животной пищи, мы высвобождаем эту энергию, которая уже идёт не на расщепление, а достаётся вам в качестве бонуса на выполнение самых различных ваших жизненных функций для вашей активности, для спорта, просто для активной жизни, для энергии, для совершения каких-то творческих ваших порывов, для вашего бизнеса, для каких-то активных отношений с вашими близкими, когда вам хочется дарить им радость, дарить им любовь. Согласитесь, когда у человека нет энергии, ему бы самому кто подарил радость и любовь, не говоря уже о том, чтобы он налево и направо раздавал свои положительные эмоции. Как правило, положительных эмоций даже уже не возникает, когда у человека нет энергии. Вот как важно регулировать вот этот объём животной пищи без страха потерять что-то в белке. Так вот, когда я наблюдаю за людьми, которые приходят ко мне с последствиями переедания мяса, это общая усталость организма, я вижу, как меняются их лица. Когда человек приходит на переедание мяса или животного белка, это очень видно симптоматику, она бросается в глаза. У таких людей, как правило, отёчное лицо и уставшее лицо, уставшие глаза. И это неудивительно, потому что организм очень устает переваривать такое большое количество сложной еды. Это тусклый взгляд, это сероватый оттенок кожи, это отёчность, и видно, что такое застойное, лицо застойное. Такие люди, как правило, имеют некачественный сон. И это тоже объяснимо, потому что во сне пищеварительная система должна по умолчанию отдыхать, но по факту ей не удаётся этого делать полноценно, отдыхать полноценно, потому что животный белок, съедаемый на ночь, создаёт нагрузку для пищеварительной системы, и она не может толком расслабиться и отдыхать ночью, потому что необходимо расщеплять этот животный белок, чтобы не дать ему загнить. Но в итоге всё равно не получается ни полноценно расщепить его, не дать полноценно отдохнуть организму. Поэтому такие люди на переедании животной пищи, они обычно очень уставшие, и это очень видно по их внешнему виду. Такой уставший, тяжёлый вид. Но как только мы начинаем уменьшать количество мяса, или вовсе его убираем на какое-то время, я вижу, как меняются лица людей, как начинают сиять их глаза, и они сами об этом говорят. Они признаются, что да, действительно, стало легче просыпаться, лучше, качественнее сон, быстрее засыпаю, двигаюсь больше, настроение улучшается, начинаю нравиться себе в зеркале, кожа начинает сиять, очищается. Мы ничего не видим плохого, когда мы начинаем уменьшать количество мяса. и я это вижу из года в год. Почти каждый день люди присылают мне свои откровения и делятся открытиями в отношении того, что да, действительно, мяса-то оказывается много не надо. встает вопрос, как же все-таки быть с белками и жирами, ну, насчет углеводов понятно, да, что они и так присутствуют, потому что человек ест растительную пищу, а она, в общем-то, вся углеводистая, а будь то капуста, будь то крупы, это довольно углеводистая пища. Встает вопрос, ну, как же быть с белками и жирами, где их брать? Это самый сокровенный вопрос и самый такой трепетный вопрос всех людей, которые, да, приходят и получают от меня рекомендацию ограничить или убрать животный белок. Где же мне брать белки? Я уже устала, если честно, объяснять людям, что белки есть в любой пище, и в растительной в том числе, поэтому я пошла по компромиссному пути. Я нашла такой продукт, который одновременно является и белковым, и в том числе и жировым, и в то же время не перегружает пищеварительную систему. И очень многие этот продукт знают, потому что сейчас это называется белковый коктейль или белковая смесь, протеиновая смесь. Ее по-разному называют. Сегодня я хотела объяснить, почему я ввела этот продукт и в свой рацион, и ввожу теперь в рацион своих клиентов, пациентов, чтобы у них не было этого необоснованного страха перед потерей белка и аминокислот. Можно сказать, что эта протеиновая смесь, она явилась таким компромиссным вариантом между естественным питанием и питанием, в котором мы все-таки следим за наличием белков, жиров в первую очередь. Ну, БЖУ. Как говорят, не хлебом единым жив человек, а вот я бы сказала, что не мясом единым жив человек. Не состоит полноценное счастье и здоровье человека в большом количестве мяса. То, что мы можем находить в современном питании варианты, альтернативные варианты замена мяса, это уже очевидно. Это очень большое достижение современной пищевой промышленности, что придуман такой продукт, который является по большей части протеином, то есть белком, и в то же время он не нагружает пищеварительную систему. Почему он не нагружает систему пищеварения? Потому что там нет вот этих животной плоти и вот этих волокон, которые сами по себе трудно расщепляются. Там нет волокон. Это продукт, который создан на основе молока, но дело в том, что в отличие от молока, которое тоже довольно трудно усваивается из-за белка козеина в протеиновой смеси, мы имеем дело с сывороточным белком. То есть белок молочный и сывороточный белок это разные вещи именно по степени усвоения организма. По восприятию, то есть усвоить сывороточный белок без побочных эффектов это совершенно не трудно. Тогда как усвоить козеин, расщепить его и при этом не получить аллергию, не получить слизеобразующий эффект, это намного сложнее. Поскольку очень многие знают, когда употребляешь много молочки, даже если не ешь мясо, но употребляешь много молочки, молоко, творог, сыр и так далее, то очень часто бывают проблемы с лорозаболеваниями, гненички, потому что молоко является слизеобразующим продуктом. Так вот, белковая смесь, которая создана из сывороточного белка, она не только не даёт такие побочные эффекты, а наоборот, наоборот, она способствует тому, что у человека уходят причины, по которым эта слизь образуется в организме. Вы знаете, что я прежде чем рекомендовать, всё пробую на себе. Прежде чем рекомендовать людям условное голодание, я сама прошла все его этапы от и до многократно, увидела, какие результаты я получаю, и только после этого я начала это рекомендовать. Когда я узнала о том, что можно заменить тяжелый животный белок легким, таким, как протеиновая смесь, я ввела её в своё питание, и я увидела прекрасные результаты. Я это почувствовала очень быстро. Во-первых, самый яркий эффект, который мы получаем от этой смеси, это то, что нету постоянного чувства голода. Даже если ты съел всего один стакан коктейля, предположим, белково-фруктовый, этот протеиновый коктейль с фруктами, насыщение очень долгое, длится несколько часов. Это было для меня удивительно. Это же отметил мой муж. Он тоже стал пить этот такой коктейль. С внедрением в питание этой смеси мясо вообще перестало хотеться. Когда ты получаешь белок в таком легком и ненавязчивом варианте, как протеиновая смесь, ты даже до конца не осознаешь, что ты именно употребляешь белок, потому что он настолько легкий, и он вообще не утяжеляет пищеварительную систему и твой живот, что ты даже не понимаешь, что ты сейчас поел белок. То есть, когда ты съедаешь кусок мяса, то ты ощущаешь прямо на физическом уровне. «Да, я поел мясо», это такая тяжесть, ты физически понимаешь, что сейчас предстоит большая работа по его расщеплению, этого куска мяса. Когда ты выпиваешь стакан коктейля с протеиновой смесью, такого ощущения вообще нет, то есть, нет чувства тяжести, нет ощущения, что ты чего-то переел, и в то же время происходит насыщение надолго. и главное, что перестаёт хотеться мяса. Так вот, о чём я? Я о том, что, когда я поняла вот эти вот самые два главных эффекта, то, что я увидела долгое насыщение и отпадает желание есть много мяса или даже вообще его не хочется, это вот как раз есть находка для тех людей, которые в силу своих разных причин со здоровьем не могут есть много мяса или не хотят есть мясо. Вот, находка это как раз протеиновая смесь, которая даёт человеку и белки, и жиры, и углеводы, и в то же время не перегружает пищеварительную систему. Мне лично очень понравилось вот это внедрение этого продукта в мой рацион. По сути, внедрив в своё питание протеиновую смесь, мы не теряем ничего по белкам, жирам и углеводам, а наоборот делаем их присутствие в рационе сбалансированным. Но мы делаем для себя очень важное и доброе дело в том плане, что сильно облегчаем нашу работу по пищеварению. И теперь возвращаясь в начало этого разговора, когда я сказала, что очень важно иметь больше заботы о том, чтобы питание было очищающим, нежели загрязняющим, я как раз хочу сейчас связать эти две вещи. Очищающее питание и протеиновая смесь это как раз то, что очень взаимосвязано, потому что вот эта белковая смесь, она как выясняется, если разобрать её состав, она абсолютно не загрязняет организм, но даёт ему полный комплекс белков, жиров и углеводов. То, о чём так заботятся современные люди. Представляете, это просто великолепное достижение современной пищевой промышленности, что нам дают возможность быть наполненными теми самыми нутриентами, о которых мы так печёмся, белки, жиры и углеводы, и в то же время нам дают возможность не перегружать пищеварительную систему. На мой взгляд, это просто гениальное открытие, и не использовать его для своего здоровья просто невозможно. В наше время, когда организмы людей, в общем-то, уже почти у всех уставшие от тотального переваривания мяса, то есть не использовать сейчас такую возможность для своего оздоровления, ну, это просто неразумно. Буду делиться с вами вкусными рецептами блюд, которые я готовлю, но сразу скажу, что рецепты будут абсолютно несложные, потому что я не люблю готовить сложно. Я люблю, чтобы всё было очень просто и быстро, и думаю, что многие тоже за это, так как сейчас мы живём в такое время, когда у нас его крайне мало свободного времени, поэтому хотя бы вот здесь в сфере своего рациона хочется сэкономить, как-то сжать время и сделать его питанием более простым. Вот это я вам гарантирую, что мои рецепты будут очень простыми, но тем не менее они будут очень полезными и они помогут вам сделать ваш рацион более здоровым.